Партнер проекта группа компании Юрпроф. Весь спектр юридических услуг. Телефон 751363. Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания «Сервискар». Станция технического обслуживания «Сервискар». Профессиональный ремонт рулевого управления. Восстановление рулевых рейх с соблюдением всех правил технологического процесса. Диагностика, демонтаж, замена манжет и проточка вала. Сборка и проверка на стенде, имитирующем нагрузки при эксплуатации. Установка на автомобиль и диагностика сход-развал. «Сервискар». Весенняя 54. Даже на мощном и быстром «Бентли Континенталь» не смог уйти от патрульной «Приоры» пьяный рецидивист Иван Шалагин в «Чистых прудах». В ноябре 2014-го он это пытался сделать на ладе «Приора», но устроил ДТП и его задержали. Зимой этого года выпивоху остановили уже на «Мерседесе». Пришлось отдыхать в камере. История повторилась в минувшие выходные. С любителем экстремально пьяной езды уже в третий раз пообщался наш корреспондент Сергей Пичугин. На улице Попова инспекторы заметили «Бентли», который ехал явно не 60 км в час. Словно пуля, полноприводный «Континенталь» мощностью более чем в 500 лошадиных сил оторвался от инспекторов. За машиной они ехали, ориентируясь лишь по ее габаритным огням. По словам инспекторов, среди частных домов водитель не вписался в поворот, заехал в огромную лужу, застрял и попытался убежать. Но его догнали и задержали. Водитель Иван Шалагин – один из самых известных водителей в Кирове. И славится он неумением хорошо водить авто. Наоборот, он часто ездит пьяным, игнорируя правила. В ноябре 2014-го «Лихач Иван» тоже пытался скрыться от полицейских. Устроил погоню на «Ладе Приора», но на Октябрьском проспекте врезался в сугроб. После задержания водитель крепко уснул в патрульном автомобиле. Ваня, подъем. Проснувшись, Иван оказал сопротивление, и инспекторам пришлось воспользоваться браслетами. Я чувствую руки, не чувствую руки. Вены, б**. Я не чувствую вены, б**. Водитель до конца твердил, что ничего не нарушил и требовал вызвать ему сотрудников другого ведомства. Я ехал спокойно, не решаю правила. Можете вызвать милицию, знаете, кури. МЧС России. В феврале 2015-го ситуация повторилась. Его поймали уже на «Мерседесе». Тогда «Лишонник Иван» казался менее пьяным, но более дерзким. Я, б**, вижу, что тут делал, и давай, дергай отсюда, б**. Чего не делал, оскорбляйте здесь? Иван, ты п*****, потому что... Проведенные в камере 10 дней не вразумили Шалагина, а он теперь на «Бентли» снова устроил ДТП. После неудавшегося форсажа через яму с щебнем у дорогостоящей иномарки оторвался бампер. Весьма интересным для инспекторов оказался и предмет, который они нашли на переднем сидении «Бентли». Впрочем, Иван даже придумывать ничего не стал. Он воспользовался уже привычной легендой. Якобы на машине не ездил, ничего не нарушал. В качестве поддержки к водителю вышла его подруга Екатерина. Я из дома вышла. Не знаете человека вот этот? Да я не ездил, вы что гоните? Катя, Катя, скажи, я ездил на этой машине, я сидел дома. Катя, Катя, скажи, что я дома сидел. Дома, дома. Дома, вот, сними ее. Иван не хотел садиться в патрульное авто, считая себя невиновным. Пришлось применить силу, впрочем, водителю к наручникам не привыкать. Катя, ты будешь лучше думать. Иди туда, б***ь, я ничего не виноват. В патрульном авто Иван с удовольствием признался, что Бентли – его машина. Это Бентли, что, б***ь. Дружище, это Бентли. Да я вижу, вижу. Ну, видишь? Конечно. Ну, так это Бентли, еб***ь. Для его любимого Бентли инспекторы вызвали эвакуатор, и Иван сразу же вспылил, и свой гнев вылил на подругу Екатерину. Ты, сучка, б***ь, даже не можешь за эту машину постоять. Я тебе сказал, иди нахуй. Поняла? Еще раз сказать тебе. Все, вали нахуй отсюда. Тупорылая, сука, овца. Ми-ми-ми-ми-ми. Как овечка, сука, тупорылая. Впрочем, уже у здания ГИБДД водитель повеселел. А уезжу из ворам и ходу воровскому. Вскоре Ивану Шалагину сообщили совсем нерадостную новость. Теперь ему грозит вовсе не арест, а уголовная ответственность. Сергей Пичугин, место происшествия.